Дыни и арбузы из Астрахани, бананы из Эквадора, персики из Турции, а капуста, картофель и огурцы по большей части чувашские. Наши рынки в конце лета и в начале осени переполнены различными фруктами и овощами. Все они выглядят красиво и аппетитно. Но как убедиться в качестве продуктов и кто за этим следит, разберемся вместе. Любая ввозная продукция в Россию подкарантинная. Ее исследуют на таможне, выдают акт карантинно-фитосанитарного контроля. При завозе такого товара предприниматели должны сообщить в управление Россельхознадзора. При завозе в Чувашию продуктов российского происхождения тоже выдается подобный документ. В нем обозначено, откуда продукция поступила, кто производитель. Это необходимо для того, чтобы не допустить появления и распространения на территории нашей страны и Чувашии опасных вредителей и заболеваний растений и животных. Ведь даже самая маленькая насекомая или пропущенная инфекция могут нанести огромный ущерб сельскому хозяйству, а в конечном итоге потребителю. Арбузы, дыни, томаты свежие, которые не выращены на территории Чувашской республики, они должны сопровождаться карантинными стратификатами и контроль осуществляется. С нашей стороны, конечно, большей частью ведется контроль в том плане, чтобы не было заноса и дальнейшего распространения карантинных вредных организмов. Что к ним относятся? Это сорняки, болезни, растения и вредители, которые отсутствуют на территории, как Российской Федерации, так и Чувашской республики, которые запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации и в отношении которых необходимо в случае выявления сразу же проводить карантинные федоцентарные мероприятия по своевременному выявлению, локализации и ликвидации. Надо быть внимательными и покупая семена для будущей посадки. В отношении картофеля также бы мне хотелось отметить, что управление Российской Федерации не рекомендует на посадку, для посадки покупать картофель на рынках или в магазинах, то есть без документов. Потому что на земельных участках личных пособных хозяйств у нас распространена почти что повсеместно золотистая картофельная нематода, которая является карантинным объектом. И в случае занесения ее на свой присадивный участок от нее избавиться очень и очень тяжело. То есть она даже в том случае, если порядка 10 и более лет не высаживать картофель на данном участке, она сохраняется почвами. То есть гибель, то есть потери урожая в данном случае могут составлять, то есть обычно составляют 78%, но бывает и до 90%. То есть гибнет картофель. Предпринимателям, которые торгуют местной продукцией, ягодами, фруктами, овощами, зеленью со своих участков, тоже рекомендуется подтвердить их происхождение. Сделать это достаточно просто. Нужно взять справку из администрации сельского поселения о наличии у продавца личного подсобного хозяйства. Сверхозтоваропроизводителей Чувасской республики, то есть чтобы, как говорится, наши проверяющие в момент рейдовых мероприятий на рынках города и в других местах торговли могли убедиться, что это продукция местного происхождения, то есть обязаны, ну не обязаны, а желательно, чтобы на руках были справки, что продукция выращена на своем личном присадивном участке или на дачном участке, то есть в личном подсобном хозяйстве. То есть в данном случае карантинно-эффициентарная обстановка на территории Чувасской республики, она нам известна, мы, специалисты, прекрасно знают, какие у нас распространены карантинные вредные организмы, то есть с которыми можно еще бороться. Проверяющий инспектор от управления Роселекотнадор должен убедиться в том, что в действительности эта продукция выращена на территории Чувасской республики. И смело предъявлять не только проверяющим, но и покупателям, чтобы они были уверены в качестве продуктов, которые они приобретают. Все свое, справка получаем. В основном чеснок, яблоки, овощи, зелень. Ну мы сажаем сами все, все выращиваем. Ну, некоторые постоянные покупатели нас знают уже на лицо. Кто знает то, что уже все домашнее. Что-то специально вы делаете, что понравилось покупателям? Мы улыбаемся. Своя есть, своя. Там чем только, вон, китайцы сажают, чем только не обрабатывают. Всякие химии. Да, не трат одни. Купила перцу, лечу делать будут. Картошки вот. Где-то у местных картошку. Ну, у местных взяла, у женщины хрен вон взяла. Конечно, местные лучше. Все мы покупатели. Отдавая деньги за тот или иной товар, рассчитываем на его качество и что он будет действительно полезным для нас и наших членов семьи. Затем, чтобы на прилавок поступали только такие продукты, на больших продовольственных рынках работают лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы. Главный враг для продажи на рынке – это нитраты. Первым делом овощи и фрукты исследуют именно на этот показатель. Больше всего нитратов находят в ранних огурцах, кабачках, морковке, свекле, зелени и картофеля. Осенью таких проблем обычно нет. Но это не значит, что проверять перестают. Ветеринарные врачи проверяют о наличии радиации в овощах, фруктах и ягодах. Если фиксируют нарушения, то ставят в известность администрацию. А всю партию превышающих по радиации продуктов конфискуют. По итогам проверки оформляются специальные справки, в которых фиксируются показатели и по нитратам, и по радионуклидам. Каждый покупатель может потребовать ее у продавца. Купить овощи, фрукты, ягоды от местных производителей можно и в специально отведенных местах для торговли, в так называемых мини-рынках недалеко от дома. Контроль качества в лабораториях они, конечно, не проходят. Здесь у продавцов должна быть только справка о наличии личного подсобного хозяйства. А за сезонными продуктами сюда приходят многие горожане. Очень качественные и вкусные, натуральные. Они же с огорода. Но продавать в таких условиях мясо, молоко, творог запрещено. Продукты животного происхождения лучше приобретать в магазинах или на специализированных рынках. Здесь за этим строгий контроль. Согласно закону о ветеринарии, вся продукция, которая поступает у нас на рынке, должна сопровождаться ветеринарными сопроводительными документами. Ветеринарный сопроводительный документ выписывается ветеринарными работниками и в информационной системе в ГИС «Меркурий», либо на бумажных носителях. Ветеринарный документ выдает ветеринарный работник, который обслуживает как раз таки район, в котором был выращен данный вид продукции. Если у нас, например, молочная продукция поступает с личным подсобного хозяйства, то ветеринарный работник, закрепленный на этой территории, должен приводить ветеринарную санитарную экспертизу на соблюдение качества товара, который поступает у нас на рынке. Должна быть обязательно ветеринарная лаборатория, которая должна проводить ветеринарно-санитарную экспертизу. Без этой экспертизы продукцию продавать нельзя. Тоже, опять-таки, все температуры хранения. Если мы видим, что потребитель пришел на рынок, а на улице жарко, но все-таки на прилавках лежит незакрытое в открытом виде продукция мясного происхождения, то, естественно, мы должны понимать, что, скорее всего, уже нарушены правила хранения продукции. И в связи с этим такую продукцию покупать не рекомендуется. Федеральная государственная информационная система «Меркурий» – это автоматизированная информационная система, предназначенная для электронной сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой безопасности. С 1 июля 2018 года все участники рынка, работающие с продукцией животного происхождения, обязаны оформлять электронные ветеринарные сопроводительные документы в государственной информационной системе «Меркурий». В этой системе должны быть зарегистрированы все предприниматели, юридические лица и владельцы личных подсобных хозяйств, которые поставляют продукцию на рынке. Там фиксируются все справки, которые выдаются после ветеринарно-санитарных экспертиз. Вот, например, мясо от чувашских производителей. Эта продукция уже прошла ветеринарный контроль на месте производства. Овальное клеймо подтверждает, что ветеринарно-санитарная экспертиза мяса и мясопродуктов проведена в полном объеме и продукт выпускается для продовольственных целей без ограничений. Вся эта информация занесена в информсистему «Меркурий». Но все же на рынке до поступления любого мяса на прилавок продукция проходит контроль в лаборатории. Главное, если внутренние органы смотрим, то здесь мы на наличие паразитов. Например, печень, там фастеолы или деграцелии бывают. Легких мы смотрим, значит, воспаление легких нет ли, воспаленные участки. Если очень большое животное на второй день остается, то в зале у всех есть именно холодильники. Каждое утро мы начинаем осмотр остатков. Ничего лишнего у нас там нет. Товары смотрим, качество товара, сколько осталось. И на талоне, который мы разрешение выписали, даем, выписываем, сколько килограммов там осталось. Если продукция вызывает на осмотре у ветеринара подозрения, то делают биохимические анализы. Образцы могут отправить и в республиканскую ветеринарную лабораторию. Все это для того, чтобы на прилавок попадал только качественный товар. Покупатель, приобретая продукты в первую очередь, обращает внимание на внешний вид, который, кстати, может тоже о многом рассказать. Вот видите, замечаете, вот эта пленка образуется. Это как раз говорит о том, что это здоровое, от здорового скота получается такое пленка образуется. Это защитная пленка по-другому. Это эксперты так говорят. Вот эти жирки, чтобы обязательно были чистого прям. Цвет мяса, ну, не обязательно должно быть светлое мясо, розовое. Может, темнее может быть, но все равно качество мяса надо определить. Жирки белые должны быть обязательно. Ну, суховатые, чтобы тоже не блескало чуть-чуть. Ежедневно ветеринары проверяют и молоко, творог, которые местные производители везут на рынок. Тут без химикатов, без нитратов более-менее. А как вы понимаете, что здесь без химикатов? Ну, что она намешает? Что у нее в доме есть? Документы проверяем. Ветеринарные свидетельства, форму номер 2, который поступает к нам через Меркурий. Ветеринарные свидетельства, если есть у нее, мы начинаем обязательно взять анализы. Вот у нее молоко, например, на сегодня она привезла 30 килограммов, 30 литров. Я брала сейчас анализ и пойду проверять. После этого я выписываю заключение реализации пищевых продуктов. Молоко исследуют на специальном оборудовании на белок, жирность, плотность, добавление воды. Жирность молока 4,15, значит, очень качественное молоко. Каждому продавцу мы раздаем такие заключения для пищевых продуктов. Значит, если имеются на руках пищевые талоны вот такие, значит, они имеют продавать на рынке. Любой покупатель заключения могут спрашивать. Исследование творога начинается с его пробы. Мы в основном проверяем органолептический. Органолептический, значит, обязательно запах и привкус. Пробую. Слегка кисломолочный продукт. Слегка кислотность есть. Если очень сомневаемся, обязательно проверяем на кислотность. Сюда привозят качественные продукты. Так как ответственность у нас есть районные врачи. Например, у нас из многих районов поступает молоко. В основном Маргаушский район. Для этого там ветеринарные врачи нам присылают по Меркурии, по транзакции, документы. Ветеринарные свидетели с формой номер 2. Который, этот документ мы на месяц у них действителен. Там указываются все маститы. Мастит молока должен быть отрицательным. Они уже там проверяют. И после этого все прививки. Все продукты, которые продаются на рынке, проходят строгий контроль. Но все же, если вы приобрели некачественный товар, то смело возвращайте его продавцам. Возникли при этом проблемы, обращайтесь в Роспотребнадзор. Редактор субтитров А.Семкин